Та-дам! Привет, ребята! Новый день, новый влог. Мы уже на даче. Предыдущий влог был из Москвы, насколько вы знаете. А тем, кто смотрит это видео на сайте, тоже привет, потому что на ютюбе этого еще пока нет. Те, кто смотрит это на сайте. Ну, короче, мы на даче. Я уже в обновочках, в новых вещичках. Я сегодня уже ходила в синем комбинезоне, в котором я думала, интересно, буду я в нем как таракан или нет. Ну, вроде не таракан. Вот. Но я пока еще не снимала видео передевашки, вам тоже не показывала, потому что я просто проснулась, накрасилась. Все, что могла, полила. И еще у меня здесь поливалка работает, тоже поливает все, что может. В общем, травка выросла просто шикарно. Я вам, конечно же, ее сегодня покажу. И мы еще сейчас со Славой поедем в город покупать еще травы, потому что я хочу засеять там, где у нас деревья, которые я очищала в предыдущем, ну, короче, влоге. И хочу тогда тоже травку засеять. Я очень сильно давно мечтала о часах наручных. Прям долго-долго хотела. Думаю, ну, блин, все носят так красиво, так классно. В общем, сейчас будет супер распаковка, потому что у меня появились часы. Не знаю, насколько вам понравятся, но мне нравятся. Часы от бренда ГЭС. Тут вот такая коробочка крутая. Конечно, на вкус и цвет товарища нет, но я захотела именно такие золотые. Они у меня сейчас тут с камушками. Мы уже со Славой были в городе, и мне их отрегулировали под мою руку. Сейчас я вам покажу. Ну, круто. Ха, скажи круто. Причем я долго смотрела, выбирала часы, и у бренда ГЭС есть очень-очень много разных дизайнов, часов, цветов. Есть с камушками, с кристаллами. Есть более спокойные модели, есть поярче. Ну, короче, не знаю. Ну, мне кажется, мои, конечно, относятся к тем, которые поярче. Бренд ГЭС ежегодно выпускает большое количество новинок. Постоянно экспериментирует с дизайном. И мне это очень нравится, потому что всегда есть большой выбор того, что каждому будет по душе. Чего уж говорить, я думаю, что вы все прекрасно знаете бренд ГЭС, тем более он уже давно себя зарекомендовал как очень качественный, крутой, дизайнерский, стильный бренд. Короче говоря, если вдруг вам понравились такие часы, как у меня от бренда ГЭС, или вы хотите посмотреть другие модели, другие цвета, там, с кристаллами, без кристаллов, я оставляю вам ссылку в описании, потому что эти часики можно купить на Озон у официального дистрибьютора. Короче, сейчас поедем в город, как я и сказала, купить травы. Ее подстригли, не могу сказать, что круто. Непривычно очень, она теперь похожа так, как будто у нее огромное накаченное тело и очень маленькая худенькая голова. И Ив, посмотри на маму. Видите, какая крыся, с круглыми ушами. Крысеныш! Я тебя не узнаю, Ив, я тебя не узнаю. Опять куда-то без меня уезжаете, да? Опять? Иди к ней. Она будет здесь сидеть и смотреть на поливалку. А что ты на поливалку не смотришь, Ив? Иди смотри на поливалку. Видишь, как поливалка поливает? Ну что ж, едем в город, закупимся травой. В общем, мы два раза покупали килограмм травы. И каждый раз нам не то, что не хватало, но типа впритык прям, вообще впритык. На один участок килограмм, на другой участок килограмм. И помимо всего прочего, еще мы использовали траву, которую мы брали в Леруа Мерленд. А там ее крапальня? Ну, ты знаешь, я бы не сказала, что прям крапальня. Да, ее мало, но, грубо говоря, у нас было 6 или 7 пакетиков. А в каждом, по-моему, по 100, что ли, грамм было. Ну, типа нормально в итоге. В общем, в любом случае, закупимся еще травой. И я думаю, что можно сразу 2 килограмма взять. Почему? Потому что есть еще места, куда надо досеять, засеять и просто... Отсеять, пересеять. И мне просто нравится трава. Мне нравится ее вот так вот хлопдышь, хлопдышь, а потом ходить и поливать. Хотя, конечно, время на исходе, уже конец августа. Но, насколько мне известно, осенью она тоже растет. И мы как раз поедем на тот рынок, где мы брали травку. И там есть магазин с цветами, с туями и так далее. Можно будет снова зайти, поглазеть, подумать, поразмышлять. Я же сказала, что сейчас чихну. Не помогла. Я предупредила. Не, я был готов, но что-то... Короче, я очень громко чихаю и снова в шоке с этого. Как кто? Как мужик. Как мужик? Алло. А, это мошенники. Суки такие. Надо поставить определитель мошенников. Так, ты поняла, что это машинки? А они звонят, ты поднимаешь, и они бросают. А, смысл? А я не знаю. Может проверить, типа, рабочий и телефон нет. Короче, вот вроде, да, приехали на дачу, но такие же правила. Заезжаешь во двор, там, под шлагбаумом, стоишь, никого не пропускаешь. У нас, вот в Москве, если ты заехал во двор, и за тобой проехала какая-то машина, и это записали камеры, потому что там на каждый шлагбаум стоит камера, штрафуют. Ну как штрафуют? Не деньгами, но на неделю, по-моему, где-то тебе отключают возможность открывать тот шлагбаум, на котором ты совершил вот это преступление. У меня один раз было такое, но я звонила, разбиралась со скандалом. Ну, ладно, не с сильным скандалом, но звонила, разбиралась, потому что произошла какая-то хрень. Я даже не помню, какая. Короче, меня обвинили в том, что я, еще не подъехав к шлагбауму, открыла этот шлагбаум удаленно. И пока я подъезжала еще, типа, 200 тысяч километров, заехала какая-то газель, ну, какая-то грузовая машина, и, типа, меня из-за этого штрафовали. Но в чем прикол? Я что, дура? Вот реально, я что, тупая? Нахера мне заранее открывать шлагбаум, если я знаю, что это, типа, город? Это же не ворота на даче свои открыть. Я знаю, что могут заехать любые другие машины. Я еще не вижу, а вдруг кто-то выезжает. Ну, типа, короче, произошла такая хрень, что я никакой шлагбаум заранее не открывала. Когда заезжала эта газель, открылся шлагбаум, они открыли. Ну, тот, кто заказывал газель, еще что-то. И потом, когда подъехала я, уже я свой открыла. А у них, короче, сработало так, типа, пришло уведомление, что якобы они мне открыли, а я им открыла. Ну, короче, какая-то херня. Я говорю, и что? Типа, от того, что у вас там так показало, я что, теперь не могу заехать, учитывая, что для этой машины все равно был заказан пропуск. Ну, короче, я об этом рассказывала даже в одном из влогов. И у меня даже были, этот, с камеры мне видео прислали, как это было. Я вставляла даже во влог фрагмент с камеры. Что за херня мне весь день приходит? От каких-то магазинов, типа, скидки, закалекали. Вы видали, какая я теперь модная? Ё-ка. Так, мы взяли два килограмма травы и от муравьев два мешочка таких, которые посыпать можно. Они съедают эту отраву и умирают. К сожалению... Типа ловушки. Ну да. Очень жаль, но они делают мне там дырки. Что я могу с этим поделать? Мне не нужны там дырки. И муравьи, в принципе. Они, кстати, меня всю суки обкусали. Ногу мне обкусали. То место, которое находится недалеко от рынка, где мы покупаем продукты, траву, там все, короче, много чего есть. Там продают тоже туи, цветы. И уже второй или третий раз мы туда приезжаем, и там постоянно висит табличка, типа, ушла на 10 минут. И я говорю, Славя, когда ушла на 10 минут, а целую неделю у тебя уже нет. Ну мы просто реально каждый раз приезжаем, хотим пойти посмотреть про цены, узнать, подумать, поразмыслить, может быть, ну, купить. Вот. Нет, никого нет. Никому не надо. Бизнес этот, зачем это надо? И я вот, значит, склоню к тому, что кто не работает, тот и не зарабатывает. Мы со Славой решили посмотреть в навигаторе, где тут есть какие разные питомники, растения и так далее. Ну ты правильно сначала сказала. Что? Что Слава нашел. Я сказала, мы со Славой. Ты нашел, но я тоже нашла другие места. Но мы едем в твое место. В общем, мы нашли такое местечко, там тоже много разных цветов, растений. Сейчас приедем, посмотрим, может быть, мне там снесет крышу, и это возьмем что-нибудь. Ну, в любом случае, хочется что-то купить. Но хотелось бы, конечно, сразу большие туи взять, но они дорогие, просто капец, наверное, какие будут дорогие. И как мы их увезем, не знаю. Никак, наверное. Только если машин какую заказанную, нам же сюда не поместится прям туи огромные. Хотя мы тут уже что-то к ней перевозили. В общем, в любом случае, там есть еще всякие цветы какие-то красивые, гортензин вот такие, мои любимые цветы теперь. Так что посмотрим. Я пока не знаю, что за ландшафт я себе там придумала, но мне кажется, что три туи высокие точно надо. А я бы даже больше взяла. Три. Их надо с расстоянием хорошим друг от друга делать. Я еще видела, красиво делают высокая туя, низкая шарик туя, высокая туя, низкая шарик туя. Красиво. Реально. А вообще я бы хотела по линии забора высокие туи поставить, по линии около дома шарик, цветущая большая гортензия. Шарик, цветущая большая гортензия. Вот так вот я себе придумала. Теперь, сейчас. Что думаешь? Смешно. Разве ты не красива? Это будет очень красиво. Можно так и сделать. Я пока не увижу, как это будет. Я не скажу красиво. Я могу тебе нарисовать на планшет. Только у меня купи планшет. Я тебе нарисую. Купили вкусненьких продуктов. Сейчас мы, правда, еще на один рынок заедем. Ну как, даже не то, что рынок, а просто магазин за маслом там, подсолнечным, сливочным. Еще, кстати, подсолнечный тоже надо. В общем, уже возьмем что-то такое, что обычно на рынках не берем. Еще я хотела там взять немножко овощей, зелени, но там была такая очередь, что это как... И сыр очень вкусный. Российский сыр белорусский. Как тебе такое? Российский белорусский сыр. Очень вкусный. Потому что есть российский сыр. Это как его сорт, название. Я не знаю, почему как он так называется. В общем, не в этом. И вот такой российский белорусский вкусный. Вот здесь мне нравится. Короче, голову сломаешь. Что, поедем? Сейчас чуть-чуть продуктов возьмем. Мы взяли вкусные рыбки, икорки красные. Нам так понравилась икорка кушать вообще прям. Еще когда у нас ее... Вот мы на праздники, там какие-то сходки, встречи с родителями покупали. Покупаем. И получается, мы же все, ну, не успеваем за столом съесть всю икру. И мы со словами, так, надо постоянно есть икру, чтобы она там не стухла. Быстрее ее съесть. И мы ее быстро-быстро съедаем. Но в этот раз мы взяли как раз чуть-чуть, буквально, ну, для того, чтобы нам вдвоем пару дней покушать вкусно. Ну, или сколько-то там дней. Сколько там эта икра-то живет, хранится, не тухнет. Вот, шашлычку взяли. Но сегодня шашлык, наверное, кушать не будем, да? Котлетки покушаем. Обожаем котлетки. Вот. А шашлычок замаринуем сегодня и как раз на завтра. Во! Классный маникюр. Я так рада, что решила все-таки обновить маникюрчик. Прям радуюсь. Ну, не очко обычный губит, а к 11. Так, вот мы доехали. На самом деле, нам ехать было 10 минут вообще. Да, вот и все. Круто! Там, наверное, гулять можно долго. Там куча теплиц, деревья всякие растут. Ну, наконец-то. Чего мы сразу не нашли какое-нибудь классное место, где это самое? Да, прикольно бизнес, конечно. Тут даже есть всякие, знаешь, как в играх компьютерных, ну и в жизни, в реальной, конечно, делают такие туи, которые закручиваются, винтовые, типа. У меня такие, конечно, милые. А вот там в виде сердца есть. А, вот, вот. Видишь, типа, да, винтовые какие-то. Ну, их, наверное, всегда подрезать надо. А, вон там и касса. Ходишь, смотришь, фоткаешь, может, как в Икее. Да. Блин, клево! Так, ну вот, мы приехали. Цены 6 тысяч. Нихера. Шелковица, штамп. Возраст 5 лет. А, ну, конечно, еще их вырастить же надо. Ох, ну, я хочу такие деревья, типа туи, муи, буи. Вот, сюда можно заходишь и смотришь, гуляешь. Вот гортензия моя. Моя гортензия. Слышь, а у нас вот такая, по-моему, роза цветет, но она, видимо, может, что-то там с ней не так, и она пошла, короче, по полу ползучая, а тут стоит. Ну, я думаю, их куча разных вариаций. Ну, да. Ой, вот такие тоже классные. Да, тут, наверное, круто. Гортензия 9 тысяч. Нихера себе. Ну, это, извините. Вот такие вот. Хотя, что она странная такая. Вот. У нас вот такая, уже, кстати, выращенная практически. Вот, как раз такая, по сути, у нас есть. А есть побольше, видишь? Да, круто. Вишня 7 тысяч. Я думаю, у них точно что-то есть. Конечно. Это тебе не шарашки на контурах. Да, да, с тележкой. Вот какие тоже красивые елочки синие. Вот этот цветок красивый. Рябина. Глянь, рябина, зай. Толку, конечно, от нее. 25 косарей. Да ладно, реально. Рябина 25 косарей. Слышь, вот сюда поди. Во-первых, вот это что за штука? Ну, мне нравится ее цвет. А я, вот что мне нравится. А, это можжевельник. 150. Нет, 15 тысяч. Вот это можжевельник. Смотри. Кстати, прикольный. Вот у нас у соседей как раз растет можжевельник длинный. Мы еще думали, что это дуя, а у них можжевельник. Мне нравится вот этот. Красивый, скажи. Павильоны. А, ну тут, видишь, удобрения есть. Пошли, может, тоже телегу возьмем? Маленьких цветочков возьмем купить. В общем, я в восторге. Тут столько всего. Посмотрите. Тут я понимаю. Барбарис, калина, сирень, спирея, чайбушник, акатия. Круто. Я некоторые даже не знаю. Вот, гортензия метельчатая. Вот, гортензия метельчатая. Мне нравится. Дуб болотный штамп. 12 600. Ну, блин, они, представляете, вырастают, наверное. Они, наверное, большие-то вырастают. Сирень. Это такая она сейчас маленькая. Здрасте. Здрасте. Вам что подсказать? А вот это сирень, да, я так поняла? Да, смотрите, есть простая. Ага. Вот. Нет, подождите, это не сирень. А, это не сирень. Да? Вот сирень. Это перепутали яйца просто. Ага. Вот, значит, есть простая. А есть у нас, сейчас скажу, вот такая она. Ну, они же большими вырастают, наверное, да? Это молоденькие совсем. Вот венгерская. А, ну, я не сильно разбираюсь, просто вот я смотрю. Короче, простую вы знаете, обычно видели, сиреневую. Ну, да, конечно. А венгерская у нее литики другие. Сам кусик более так опрятно растет. У этой вот так вот распаха весь. И соцветия у нее чуть-чуть другие цветочки. У нее такие они там. По-розовее, может? Нет, они не розовее. Они также сиреневые, но форма какая-то вот вытянутая. Ну, это как вот раскрытая. Ага. Мы про сирень говорим. Да, да, да. Ну, понятно, здрасте. А у этой вот так вот вытянутой немножко. Она себе интереснее смотрится. Здорово. Ну, долго ей, наверное, еще расти, чтобы так вот прям деревцем таким красивым стать. Ну, через 3 года уже будет у вас кустарник. Уже вот как в углу стоит вот, уже будет упаковка. Ну, вот они, ну, просто, знаете, обычно бывает там в городе тоже, смотришь, прям большая такая сирень. Она очень быстро разрастает. Большое, прям как дерево таким становится, да? Ну, она не деревом, нет, она кустарником. Она как кустик, да? Как смородина, видите, да? Ага, да, да. А это только большой вот она. Прикольно, да. Ну, мы вообще приехали Туи посмотреть. Туи нас дальше. Дальше, да. Ну, спасибо большое. Ну, да, вот смотрим тоже, интересно, хочется чего-нибудь. Да, вот спирея, здорово. Я просто увидела сирень, думаю, интересная. Смотри, ежевика, малина. Мы можем уже что-то взять, что на следующий год у нас уже будет как следует. Малина есть, глянь, как здорово. Самое главное, что это у нас на районе. Да, это недалеко от дома. А вот там, смотри, всякие маленькие цветочки, которые как раз, ну, прикольно будет во всякие эти сажать или вешать. Круто, блин. Сосна, Туевик, Туевик. Ой, как здорово. А это кто? Птиц, ель. Ой, какие там красивые тоже, смотри. Туи, где, справа? Справа. О, какие вы мои красивые. Ох. А ты ее оставь, наверное, здесь. Мы же все равно ее не зас... С ней туда не собираться и с ней. Пихта. Красивый какой дерево. Ну, пошли дальше. Там уже эти сосна. Ой, ой, ой. Представляешь, какой аромат будет стоять? Вот эти, кстати, красивые. Мне хочется, чтобы было что-то длинное, круглое. Длинное, круглое. Очень классный за 400 тысяч. Ах, конечно, хоть видно, хоть он не становится. Тот классный, а вот этот подешевле, но он другим становится. Ну, может, он еще не разросшийся. Просто посмотри, вот этот, как пушистик выглядит. Вот сверху, видишь? Классный пушистик. Но когда он будет деревом, он уже не будет таким. Я думаю, самые большие туи, они дальше. Круто, что они уже сладко, эти карабчатские сосны. Вон, смотри, какие туи. Вот такие нам надо. 1600 за один штучка. Но они сейчас совсем маленькие, а вырастут длинными. Вот, они, видишь, как изгородь. Вот такие. Но они слишком худощавые. Можно еще посмотреть. Видишь, интересно, долго они растут. Ну вот, здесь уже повыше стоят. Туя, западная, Волга, Смараги. Смараги. Ну вот. Вот эти туи уже и денег стоят. 5500. Это тебе не 900. Вот. Интересно, опт это сколько штучек? Две, это опт. Мне нравится, как там живая изгородь. Там другие были модели. Модели, модели. Что думаешь? Смотри, какими есть шариками. А что это она такая здесь? А, она и не такая высокая. Вот, видишь, эти еще повыше 12 тысяч. Они желтыми становятся. Ну, это голден. Ну, мне не очень голден. Хотя, не знаю, может и ничего. Нет, маленькие-то точно у нас поместятся. Они недорогие такие. Блин, просто, конечно, круто уже сразу дорогую, большую взять. Точнее, круто взять большую, но чтобы она была недорогой. Можно так? А можно нам большие по цене маленьких? Мне кажется, что нужно взять среднюю. Ну да, здесь они уже такие, достаточно высокие. Проверяешь. Проверяю акустику. Вот, средней высоты, средней ширины и средней цены. Мне кажется, нам вообще с головой хватит. Не, ну, конечно, это будет... Чем мы это самое? Ну, типа, средняя, я имею в виду, не маленькую такую. Ну да. И нездоровую уже выручную. Ну да. Потому что за это уже прайс другой. Мы можем это посадить хотя бы, чтобы она закрыла вот эти вот дырки забора, по сути. Да, просто нужно понимать сразу, что они разрастутся вот так, например, и делать какой-то этот промежуток. Ну, вот такие мы можем взять, например. Это не те, которые нам нравятся. Это какие? Это бра-бранд и какие-то. Барабанд. Барабанд. Ну, вот эти даже мне больше нравятся. Они как-то пушистые сейчас выглядят. Подожди, она такая же? Одинаковая, да. Вон там стоят, они просто уже подроще, побольше на 100 рублей выросли. Ну да, вот это классно. Что, таких можем 4 штучки взять да посадить. Да, спокойно. Таких 4. Еще какую-нибудь шляпу взять прикольный. Просто смотри, есть вот такая, есть еще какая-то другая. Западная колумна. Это жирный разрастается, а это более конусообразный какой-то. Видишь? Может, такие поинтереснее будут. Может быть. Не посадишь, не узнаешь. Ну, тут их две. Не вырастешь, не поймешь, те они или не те. Они просто все прикольные. Просто какие-то широкие, какие-то узкие, какие-то длинные. Не, ну просто, видишь, разница есть все-таки. Эти разрастаются прям такими большими толстыми деревьями. Ну и давай, по-честному, на фотке все равно не понимаешь, какой цвет в итоге-то будет. Нет, цвет-то будет зеленый. Я не про свет говорю, ты что? Я тебе говорю про форму, которая не вырастает. Ну, вот смотри, разные оттенки у них. Да, оттенки-то, пофиг на оттенки. Мне главное, я не хочу желтый. Я говорю тебе о том, что некоторые разрастаются. Вот, посмотри, вот это пышное, толстое. Видишь? А вот это разрастается более вытянутый вперед и только снизу толстое. Но мне вот этот больше нравится. Мне тоже вот этот поинтереснее. Но тут их две. Правда, он такой-то непонятный, и тут его две. Ну, только это, если, наверное, такую поменьше брать. Западная, Колумбная или как-нибудь. Видимо, самая популярная. Западная, Сморгатка, западная. Вот этих западных полно, а Колумбни. Может, они в другом месте есть? Ну, вряд ли, я думаю, что здесь все. Может, все раскупили, да, спокойно. Ну, шары я взяла еще какие-нибудь шары. Шары? Да. Куда ты их? Я же говорила, как я хочу. Высокий, маленький, высокий, маленький. Твоя западная. Микки. Не. Сосна. Ну, конечно, симпатично. Вот эти вот иголки. Вот пушистики, Зая, мне нравятся. Вот эти пушистики сколько? Ну, это дорогие, конечно, пушистики. Пи***ц. 7,800 за один пушистик. Ну, сосна, но она, наверное, долго растет так. Чего? А вот пушистик какой красивый. За 14,30 ты не хочешь? А что, типа, они выше не растут? Нет, они, видишь, какими пушистиками растут. Мне нравятся. Не знаю. Ты, если куда ты хочешь садить? Не знаю. Я же тебе говорю, я хотела туя высокая, низкий шарик. Высокая туя, низкий шарик. И так по дорожке. Давай спросим про вот этих, потому что тут только две те, которые нам нравятся. Ну, то, что мы сейчас смотрели. Охренеть. 24 тысячи. 19,500. Просто посмотри, какие красивые шарики. Вот, глянь, какой красивый. Ну, это, конечно, сумасшедшие деньги. Просто, может, взять такой маленький можно было бы. И он таким красивым шариком вырастает. Мне нравится, правда. Сосна. 24? Не, ну это сумасшествие. Мне такой дорогой не надо. А вот какая прелесть. 40 тысяч пихта. Ой, пихта какая. Пошли еще погуляем. Самообслуживание равно низкие цены. Понятно. Не так оправдываю. То, что никого нет. Так, там, видать, ничего нет. А здесь у нас что, теплица? Персики? Блин, здесь так круто, ребята. Черешин. Ну, черешни нам не надо. Персик. Ну, здесь съедобное растет. Ну, просто погуляем, посмотрим. У нас, конечно, там рыба в машине. В смысле погуляем? Посмотрим. И мясо. И мясо. Ну, на мясо не так страшно, как за рыбу. Тутовник. Инжир. Круто, ребята, гляньте. Столько людей, все что-то поливают. Я с Лавей говорю, мне на такую работу надо устраиваться. Я люблю поливать. И недалеко от дома. Что, пошли там, где касса, может, узнаем? Я думаю, ну, по поводу той Туи, которая нам понравилась. У нас обратно туда отправят. Я вот туда-сюда. Да, думаешь? Ну, пошли. Просто ты тут ни у кого не узнаешь. Ты же понимаешь? Да, вот это, конечно, прикольно. Здесь все замутили. Конкретный прикол. Короче, в любом случае, мы можем сейчас что-то купить. И будет лучше, если мы это... Чем раньше мы это посадим, тем лучше. Почему? Потому что чем больше у нас обрастает земля газоном, тем сложнее будет потом нормальную яму выкопать. И будет жалко. Газон, который уже вырос. Это вообще не проблема. Даже две за 7200. Ну, две, в принципе, за 7200. Это... Это 14400, да? Вот. Ну, красиво, конечно, обрастает. Но мне больше всего вот эти волосатики понравились. Но они очень дорогие. Ну, вот, кстати, можно такие взять. Сосна Пикабелла. Вот их как раз тут две штучки. Есть даже три. Может, даже они и поприкольнее будут. Короче, в итоге мы взяли три такие туи. Взяли удобрения для травы. Взяли вот такую модную кору. И вот таких три цветочка. Куда-нибудь я их воткну посажу. Может быть, в эти... В клумбы, может. Короче, не знаю. Взяли всего три почему-то. Не знаю. Вообще надо было четыре, наверное, взять. А то как-то ни туда, ни сюда. Так, мы уже приехали. Кусек. Иди кушай, милый. Вива, пошли гулять. Вива. Пошли гулять быстро. Смотри, какие деревья мы купили. Но сначала понюхай цветы. Вив, иди сюда. Иди цветы понюхай, которые мама взяла. Скажи, нравится? Нравится? Нравится тебе? Вкусные цветы мама взяла? Ну? Вкусные? Скажи, вкусные, ну? Скажи, вкусные. Тихий, тихий. Привет. Кстати, вот эти цветочки можно было бы вот сюда поставить. Но что-то тут все так плохо растет. Хотя нет, растет. Сорники-то растут вот сюда. Тут, короче, пока нас не было, все поливалось. Сейчас я переставлю, чтобы в другую сторону поливалось. Потому что тут вообще все залило конкретно. Сейчас на эту сторону поставлю. Пусть льет. Вот так. Пусть льет. А мы пока... Вот, видите, как тут травка выросла? Сейчас мы сюда еще засеем. И там засеем, где проплешина. Два килограмма, думаю, хватит. Мы еще какое-то удобрение для травы взяли. Палку вот эту надо спилить, кстати говоря. Тут я все поливала. Вот здесь, видите, проплешины есть. Вик, круто, Вик. Вот они, наши Туи. Ну да, они, конечно, не супервысокие и огромные, но все равно... Сейчас мы представим, где мы их поставим. Вот. Редактор субтитров А.Семкин привет ребята новый день и мы сегодня приехали стройматериалы нам как всегда что-то на мы здесь еще ни разу не были в общем мне конкретно что ищу я вон кстати там мне кажется может быть как раз мне нужно купить такие декоративные заборчики для растений а конкретно для деревьев я хочу сделать и мы тут это сто процентов найдем я очень этому реально я уже даже вижу но это не совсем то что я хочу но думаю что тут есть то что я хочу вот а еще я предложила славе чтобы мы покрасили вазоны которые стоят у нас около мангала мы их покрасим в коричневый и я посажу туда цветочки которые мы купили вчера маленькие такие вот но и тут очень много разных строительных материалов брусчатки не брусчатки ну в любом случае погуляем немножко посмотрим что тут да как короче я все же хотела всякие заборчики какие-то посмотреть которыми можно деревья огородить и мы выбрали вот такие коричневые высокие но в любом случае решили высокие взять что некоторых местах у меня деревья которым при много земли надо посыпать и как раз вот так будет а если я вот такие воткнул то зим ну не знаю не уверена что будет хорошо хотя хер его знает если честно можно пожалеть но мне вот эта высота тоже нравится у меня кажется ничего в общем вот такой возьмем три комплекта тут есть еще вот такие разные другие заборчики но мы взяли коричневый такой цвет мне нравится тоже тут есть разные конечно всякие штукенции есть вот такие типа ограждения тоже ну бордюр сначала думала может что-то типа такого но все-таки наверно кто-то поинтереснее будет выглядеть хотя это не факт но в любом случае да тут конечно много всего и солнце шпарит просто охренеть там мы тоже мы посмотрели зашли там ту есть цветочки какие-то но тут конечно не такой большой выбор а еще посмотрела там есть камушки которые я хотела белые такие декоративные но это уже потом потому что я пока не знаю куда я хочу деть вот так здорово а еще тут куча всяких статуй вижу фонари фонари мы там уже смотрели прикольно конечно хочется фонариками дома обставить тоже ну чтобы так гуляешь там фонарик светит но нам самое главное на самом деле сначала на дом прицепить фонари потому что вот эти которые втыкаемые не знаю вот мы припарковались прямо около брусчатки брусчатка бордюры блоки интересно но по сути чё брусчатка это просто типа как будто бы бетонные какие-то кирпичи из которых можно что-то выложить короче мы купили еще пять килограмм травы почему нам объяснили только что магазине что ни в коем случае нельзя покупать рассыпную точнее такую которую из пакета берут и достают тебе в в мешке потому что там типа могут быть разные составы и лучше всего чтобы был мешок который ты перемешиваешь ну в общем и так будет намного лучше трава потом взяли вот такую хреновину для гортензий кое-что взяли вот это будем опрыскивать от сорняков на газоне тут тоже куча всего краска кисточки короче набрали кучу всего но зато это поможет нам сделать наш газон лучше наши цветы лучше наши деревья лучше я вам уже не снимаю как я все поливаю потому что это почти в каждом блоге уже есть но сказать скажу все пролила здесь и наши те новые грядки сейчас вам скажу как у нас там все еще выглядит но сначала мы займемся тем что воткнем забор который сегодня приобрели но самое главное вот это дерево в идеале это тоже потому что здесь страшно сюда бы хочется еще земли подсыпать его как-то огородить потому что торчат смотри как будто мишка глаза и нос так ребят показываю что у нас получилось но если честно как будто криво стоит но знаете почему криво потому что с той стороны справа там типа корни мешают но наверное когда вырастет трава может не сильно будет видно хер знает в общем в любом случае там пусто сейчас на туда земли ну мы земли так туда подсыпали свежий вот хочется чтобы не видно было чё там внутри все равно мне нравится что получилось по крайней мере туда мы можем земли побольше накидать корни будут не голые и удабривать и поливать конкретно туда можно будет и вон те два там можно узенькие там можно узенькие сделать не знаю хватит нам нет но постараемся чтобы хватило что-то 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 В общем, я все пролила, мы покушали пельмевшки, засунули все в посудомойку, сделали две стирки, вместе все повесили. И самое классное, что я хочу вам показать, то, что вам точно понравится, мои хорошие. И вы подумаете, слава богу, это не я, ну не ты, что это не тебе надо делать, а мне. Здесь все вещи, которые мы привезли из Москвы, их все нужно разобрать, разложить, постирать, погладить. Сейчас я займусь глажкой новых вещей, которые я хочу завтра снять, stories красиво, еще что-то. Я уже какую-то часть из этого носила и решила даже не складывать, а просто швырнуть, потому что ну а чего. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну короче, работа была проделана колоссальной. Я не знаю, сколько часов я этим занималась, но закончила я где-то в час тридцать, а это, можно сказать, что я очень быстро справилась. Конечно же, я вам сейчас покажу, что я там сделала, как я вещи разложила, где теперь что лежит, что еще, что еще. Я вчера, 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 кстати, я не все погладила, что хотела. У меня там камера выключилась, села, и потом я еще гладила, гладила, но, в общем, не все погладила, что надо. Поэтому, наверное, сегодня я вечером доглажу, хотя, хотя не знаю, там чуть-чуть погладить надо. Ну, в общем, посмотрим, я подумаю, потому что не знаю, успеется ли сегодня снять сториз, который я планирую. В принципе, успеется, почему нет? Ну тогда надо бежать! Ну и в идеале, наверное, чтобы было не сильное солнце. Единственный минус, я хочу снимать на улице, у меня здесь есть штатив, все как надо, на телефон буду снимать, скорее всего. Хочу снять на улице, и единственный минус, это мне, ну обычно, когда я дома снимаю, такие всякие распаковки, я прям, грубо говоря, чуть-чуть отхожу за камеру в квартире, раздеваюсь, ну, понятно, переодеваюсь в другую одежду, и сразу захожу, показываю. Тут мне надо будет поставить камеру, прийти, показаться в одном луке, потом уйти домой, переодеться, потом опять выйти на улицу. Ну, короче, немножко дольше, но зато, мне кажется, получится прикольно, ну и интересно будет посмотреть, какая-то локация интересная. Вот, мы еще ничего не завтракали, каждый день я просыпаюсь в 12 от будильника, а потом я лежу и понимаю, как же мне чудесно здесь лежать, и сплю еще до 2. Ладно, может не до 2, но до часа 30 точно. Открыла новый влог, 23-й, только сейчас, представляете, как это давно было! На самом деле, получается, что с нехилым таким запозданием выходят влоги, но это не из-за сайта, а потому что я их снимаю часто, а выпускаю раз в 4 дня, и понятное дело, что, ну, это все накапливается, накапливается, но я бы не хотела выпускать влоги каждый день или через, там, 3-2 дня, почему? Потому что я специально снимаю их длинными, я снимаю, грубо говоря, в одном влоге, вот, час 10, да, идет, в одном влоге тут дня 3-4, может быть, и я снимаю их долго, поэтому мне не хочется, ну, я и не смогла бы каждый день выставлять, на самом деле, потому что, потому что я слишком много снимаю. То есть я один влог долго снимаю, но просто в этом влоге мы только посадили газон, в 23-м мы только посадили газон, а у нас с вами, ребят, там уже такое, сейчас я вам все тоже покажу, но сначала нам надо что-то позавтракать. Что? Ну, говори, сырники хочешь? Только я не уверена, что у нас хорошая, это, сгущенка. Хорошая, че я? Закрыть, ты думаешь? Конечно. Хочешь сырники? А ты, если ты не хочешь, давай просто эту яичницу сделай. Именно яичницу или глазунью? Могу яичницу сделать? Ты выбирай, это глазунью. Даже есть докторская колбаска, хочешь колбаску твою любимую, да? Ага. Ладно, сделаем в этот раз и яичницу, потому что что-то глазунья меня не то что достала, а как будто быстро съедается. Надеюсь, у нас нормальный хлеб. Еще я нашла скатерть и постелила вот такую скатерть. Почему? Не то чтобы она мне супер сильно нравится, она слишком нарядная для повседневной жизни, но мне жалко стол, который царапается. Как вы можете заметить, я сегодня сделала косички, хотя голова у меня не очень чистая, но как раз-таки я думала, блин, помыть голову, потом думаю, да е-мое! Она у меня так быстро пачкается, я не знаю почему. То ли из-за жары, хрен знает, но вот через день ее прям надо мыть реально, чтобы она была супер фреш, понимаешь? Так, что у нас здесь? Ну, тут ничего такого, в принципе, интересного. Все это вы видели, так выглядит наша спальня. Самое интересное здесь. Так, наверное, мне надо свет включить, хотя и так все видно. В общем, я разложила вещи, кучу вещей, которые привезли из Москвы. Здесь всякие теплые кофты, там какие-то наряды, вивины, две кофточки. Здесь мои футболки, тут тоже футболки-топики. Здесь костюмчик розовый, вы его знаете. Здесь славина футболки тоже все отглаженный, ровно слеженный. Ну, где-то не очень ровно, потому что иногда слава что-то достает и потом становится криво. Но ничего. Кто-то у меня спрашивал, как я так складываю футболки. Меня так бабушка научила еще очень давно, и я всегда складываю вот так футболки. Но я бы и свои так складывала. Вот, видите, мои тоже. Но я не могу свои так складывать, потому что некоторые топики, они так не складываются. Поэтому я их просто, ну, типа, как могу, так и складываю, из-за того, что они такие тоненькие, маленькие. Здесь у нас штаны. Здесь славины штаны такие длинные, теплые, спортивные. Тут и так были какие-то славины штаны, но мы из Москвы еще много привезли. И того, что не носим, и того, что пусть лучше здесь будет. Здесь славины шорты все. Даже не все. Есть еще какие-то, я убрала там в контейнеры. Здесь все мои штаны. Шортов у меня не очень-то много прям. Они у меня в основном идут все костюмчиками, типа, как вот этот. Вот, и я их просто где-то здесь складу. Ну, мне так удобней. Вот, тем более здесь не поместятся еще одни шорты. Здесь тоже какие-то теплые кофты, комплекты. Вот у меня здесь есть два таких домашних комплектика мягеньких. Серенький, бежевенький. Здесь я даже подписала тут топики, штаны, футболки. Там же и шорты какие-то. То есть тут такое более все летнее, легкое. То, что, в принципе, сейчас может пригодиться. Но я убрала, потому что я там, ну, не все из-за этого ношу. Здесь все купальники, плавки, маски для, ну, вот, подводного плавания. Они у нас тоже тут. Вот, так что все сюда собрала. И это еще не все. Здесь я тоже все освободила. Наверху на самом скатерти. Вот здесь какие-то. И постельное белье вот так вот. Не то, что в перемешку, но, в общем, то, что как бы не сильно-то надо. Здесь остальное все постельное белье. Вот этот комплект нам подарила мама Славы и бабушка. Они там два комплекта подарили. Один мы оставили здесь, другой на даче у Славы. Вот. Это то, что нам подарили на годовщину. Просто постельное белье. И то я вот что-то гладила, да. Вот это гладила, вот это гладила. Вот, например, простыню вот такую. Я не могу погладить нормально, потому что она на резинке. И это просто трэш. Поэтому обычно я это глажу уже прямо на кровати. Вот. Тут тоже глаженное. Все. Здесь полуторное. Здесь двухспальное. Здесь у нас полотенца для душа, которыми мы пользуемся. Здесь маленькие полотенца типа для лица. И всякие кухонные такие полотенчики. Здесь было больше всего. И все было в полотенцах просто. Я разобрала, что-то убрала под кровать, как сказала. Здесь тоже всякие теплые кофты, которые не так часто носим. Тут какие-то курточки. Кстати, вот это сюда засуну. Единственное, что стрёмно здесь лежит, это вот эта накидка. Потому что я не знаю пока, что с ней сделать. Вообще, ее тоже надо погладить. Она будет лучше выглядеть. Короче, здесь всякие курточки, джинсовки. И то, это не все. Там половина еще в Москве лежит. Здесь свитера, костюм такой этот, короче, кожаный комбинезон. Ну, и здесь тоже какие-то кофточки. Посмотрите, как из окна виднеются наши туи. Как красиво. Представляете, когда они вырастут и будут высокими. Я вчера еще насеяла травы. Я просто, не знаю, сумасшедшая. Ну, красиво же, ребят, скажите. Так, здесь у нас два таких шкафчика, которые с одеждой, чтобы висело. Туда я сложила что-то такое теплое. Всякие свитерочки тоже. И наши вообще зимние, новогодние такие свитера. С оленятами и все такое. Здесь платья. Такие вещи, которые более, не то что часто носим, но более новые, скажем так. Назовем их более новые. Хотя вот это вообще не новая вещица, но она очень классная. Не знаю, почему я ношу. Такая длинная кофта на распах. Здесь вещи как раз висят, которые я вчера и погладила. Ну, какая-то часть платья здесь висят. Рубашки, костюмчики. Ну, в общем, вот такое здесь висит. Внизу там тоже контейнер с какой-то одеждой, не помню сколько. Здесь тоже висит одежда, но здесь висит одежда, которую мы не так часто носим. Тут такие прям очень теплые зимние костюмы. Я думаю, вы их помните, может, даже у меня. Вот, мы их не особо часто носим, поэтому они висят здесь, как бы подальше. Как раз сюда, ну, здесь редко открываем. Здесь пустой контейнер, а там стоят... Или здесь не пустой. Нет, да, здесь пустой. А в этом пакете у нас два рюкзака пустых. Это вот когда мы куда-то едем, еще что-то. Так что вот так разобралась. Навела какую-то красоту, порядок. Привезли из Москвы вот такой стул. Ну, типа этот, табуретку. Потому что у нас здесь ничего такого нет. А иногда это удобно, чтобы там поставить куда-то, залезть наверх, еще что-то. И постоянно приходится брать большой тяжелый стул со спинкой. Вот, так что теперь у нас тут есть такой стульчик, если что пригодится. Ну и вот, такие вот дела. Травка наша растет, безумно радуюсь. Но мы еще на улице посмотрим. Ну, а сначала нам надо с вами позавтракать. Мы же вчера ездили на строительный рынок. И там мы купили 5 килограмм газона, травы. Причем у нас трава универсал. А бывают спортивные и какие-то элитные, еще что-то. Ну, там разница, на самом деле, я думаю, такая, типа, наверное, не сильно в чем разница. Но разница, конечно, есть. Тот, который там самый элитный, он стоит, ну, сильно дороже, понятное дело. Спортивный тоже стоит там подороже. Ну и универсальный самый дешевый. Мы в этом даже не разбирались. Мы не знали, что вообще что-то там бывает супер какое-то разное. Мы первым делом сначала купили универсальный. Единственный, который был в одном магазине. Потом как выяснилось, что бывают и другие. Ну, знаете, что выяснилось? И еще. Вот я вам сейчас расскажу, потому что вдруг вы когда-нибудь тоже будете травку сажать, газон сеять. Первые раза три мы покупали газон в пакете, в обычном пакете, в целлофаном. Ну, короче, в чем суть? Из большого мешка там в магазине женщина нам просто брала, зачерпывала и в мешочек насыпала. Ну, типа, столько, сколько нам надо. И мы такие, ну и класс, конечно, зачем нам огромный мешок? А вчера, когда мы были в строительном магазине, рынке точнее, и зашли там, ну, в один такой магазинчик, как раз там все для сада, уход и так далее. Там же я купила этот уход для гортензии сегодня этим займемся. Ну, удобрение, короче говоря. Ну и вот. И нам продавец рассказала, что ни в коем случае нельзя покупать траву вот так вот, типа, как на развес, как нам давали, потому что нам могут дать сверху, а снизу, например, там она более, даже не то, что лучше. В общем, долго нам объясняла продавец. В общем, она нам даже привела пример с борщом. Говорит, вот вы когда борщ из кастрюли наливаете, вы как наливаете? Ну, я такая говорю, ну, понятно, хочется и жижи, и гуще. Ну, типа, сверху там водичка, снизу гуще, понятно, ты все зачерпываешь. Она говорит, вот, а вам что насыпали? Может, вам одну жижу насыпали? Мы долго не могли понять. И в чем прикол? Типа, какая разница, если вырастет трава? В общем, Слава там начал, я тоже, типа, ну, и что, и что, ну, кого? Ну, типа, чтобы она объяснила, потому что она нас даже орать начала. Ну, типа, вы не понимаете? Это нельзя так, так нельзя. Ну, типа, понятно, без фанатизма, не то, что там сильно орать, а просто эмоционально рассказывать. И, короче говоря, в итоге она нам сказала то, что, ну, вот, если вам насыпали, например, того, что было только сверху, там же тоже составы какие-то. Короче говоря, когда вы покупаете мешок травы, надо его хорошенько перемешать, чтобы все, ну, смешалось как следует. Даже если вам не надо все вот эти 5 килограмм, которые в мешке. Она говорит, что у вас просто трава на следующий год может не вырасти или быть плешивой сильно. Поэтому надо обязательно покупать, ну, короче, целый мешок и самому перемешивать, чтобы было качественнее и наверняка, чтобы все было хорошо. Мы, конечно, уже об этом не знали. Вот, но мы все равно взяли вот эти 5 килограмм, потому что, потому что они у нас уходят просто в раз-два. Мне кажется, там уже осталось не 5, а 3 килограмма. В общем, я хорошенько все перемешала, еще подсеяла. Думаю, хрен его знает, столько трудов, стараний, чтобы на следующий год ничего не выросло. Все я там подсеяла и около дерева подсеяла. Ну, сейчас, короче, тоже вам попозже все покажу. Купила вот такую штучку, чтобы мешать именно вот такую, а не венчик. А не вот такую. Потому что вот эта с пружиной, она прям шмяк-шмяк. А вот эта просто твердая. И бабушка мне сказала обязательно иметь вот такую штуку. У нее, правда, немножко другой формы, но так, типа, лучше взбивается. А я вообще всегда вилкой делаю. Ну да, реально так удобнее, и я вижу, что хорошо прям взбивается. Слава любит омлет, чтобы там колбаска была докторская. А я не очень вот с колбаской, если честно, люблю. Как будто бы колбаска дает какой-то немножко соленоватый привкус, что ли. Блин, на улице 29. Какой 29? Жара! Что, не 29? Блин, да нет, 29 это жарко слишком. Блин, 30-ка почти. Зато быстро высохнет. Мне нравится, когда 22-25 максимум. В Москве 22 отлично. Всем привет. Я просто тут рядом стою. В Москве вот 22 отличная погода, а вот здесь 25 для меня идеальная. 30 это прям слишком жарко. Ну, здесь, знаешь, что тут из-за того, что много асфальта нет, как в Москве, в городе, так сильно не нагревается. Да, но здесь, то есть, получается, 25 это тепло, так что ты ходишь в футболки, но не настолько жарко, чтобы тебе становилось плохо. И при этом иногда еще ветерок как подует от деревьев. Да, да, да. Вообще красотка. Когда мы со Славой были в строительном магазине, мы купили краску. Кильточки! Потому что я хочу, чтобы мы покрасили вот этот серый для цветочков, который стоит у мангала. Сейчас вам выйду покажу. В карычне, бий. И поставить около качалки. Я посажу туда цветы, которые я поставила здесь на подоконник. Надо их, кстати, скорее уже пересаживать, поливать водичкой и целовать попку, потому что им тут тоже нехорошо. Так, ребята, вот смотрите, как у нас уже все стало. Тут есть свежие зернышки, которые я вчера посеяла. Как раз то, что перемешала. Но мне хочется увидеть прям сильный рост травы. Вон там вот не очень сильно растет, потому что тут у нас был цветок, и мы позже его убрали. Но что-то уже начинает прорастать потихоньку. Но, конечно, не так сильно. Я тут еще земли подсыпала. Вот смотрите, какие бабочки летают около той. Вот, там тоже земли подсыпали. Там, когда копали, что-то песка много какого-то было. Вот, тоже землей подсыпали. Но потом растопчется, водичка прольется. Нормально. Зато посмотрите уже, сколько травки выросло. Я радуюсь. Конечно, проплешины еще есть. Ну, понятно, она еще не везде взошла, не везде пошла. Сейчас в город, короче, поедем в итоге. Вот, сегодня у нас покосили газончик. Теперь еще лучше стало видно, где проплешины, где подсеивать. Хотя я тут тоже подсеяла. Проливала тоже все. Вот, смотрите, днем, как у нас получилось. Все-таки она криво стоит. Нам надо будет лопатой немножко поработать с той стороны. Смотрите, какой красивый газончик, когда покошен. Вот здесь я вчера тоже засеяла. Вокруг земли подсыпала. Но надо еще земли, чтобы уровень поднять. Поэтому надо купить. Вот, я тут тоже проливала. Ну, мне нравится, что они так, типа, знаете, немножко огородились. Вон, видите, как красиво. Тут вот, смотрю, очень хорошо травка растет. Вот здесь. Хотя мы ее посеяли позже на несколько дней, чем там. Но здесь прям хорошо растет. Наверное, из-за того, что здесь солнышко побольше. Не знаю. Вон, видите, как хорошо. Прям почти уже скоро не видно будет, что тут вот дырка была из земли. Там тоже растет, но потихонечку, помаленечку. Вот здесь еще не проросло. Ну, ничего, прорастет со временем. Кривовато стоит. Справа немножко приподнято, как будто бы. Так, ребят, мы со Славой съездили в городок. О, так это хорошая земля. Я же сюда ее притаскивала тоже. Она нам пригодится. В общем, мы же хотим вот это все покрасить в коричневый. И красиво поставить по бокам. Вот. То есть тут один, например, с цветочком. Ну, здесь, конечно, тоже неплохо смотрится. Но я боюсь, что здесь всегда очень много солнца. И цветочки просто офигеют. Вон они мои миленькие там стоят. Вот. Единственное, что, мне кажется, что в одну клумбочку можно было бы даже целых... Где мой уход гортензий? Да, да, я сейчас посмотрю, как надо. Обильное цветение, густая зелень, полноценное питание. Потому что у меня тут не то, что обильное цветение, они начинают просто грустить, терять свой красивый цвет. Они же все были фиолетовые, уже становятся какие-то такие-сякие. Так что сейчас будем разбираться, что нам здесь надо. Нам нужно ведро с водой, лейку. Так. Нельзя на кожу, чтобы попало ни в коем случае. Кстати, вчера к нам пришел Пушок, и у него был огромный клещ за ухом. Мы его достали. Пусенька. Котик миленький. Ой, хорошо. Чесать тебе животик? Ты урчишь. Ой, какой котик. Ой, как урчит. Нравится котику? Нравится? Котенок. Вот это ведро, интересно, 10 литров. Вот наш мешочек, который ни в коем случае не должен попасть на наши ноги, руки и тем более глаза. Сейчас я его порежу. Раз, два, три, четыре, десять. Сейчас еще положу, что там сказано 10-20. У нас есть вот такая палка, как раз от гортензии. Сейчас мы ей помешаем. Разведем нашу байду. Оно мы делаем. Наше зелье варенье. Интересно, вообще помогает, и как быстро я могу видеть результат. Кстати, это удобрение не только для гортензий. Оно обильное цветение дает, густую зелень, полноценное питание. Буйские удобрения. Ой, тут земля такая рыхлая. Марин. Чё отрыгай. Так. Так. Не знаю, просто много ли ей не надо. Я читала, что они через листья очень хорошо питаются. И остаток на маленькую. Ну, короче, хостблок, да. У нас там была земля, дедушка, наверное, ещё покупал, и куриный перегной. И он ужасно воняет. Но зато он отлично подойдёт. Мы проверили срок годности, у них там он безграничный какой-то. И мы сейчас как раз сюда подсыпем для плодовитых наших больных деревьев. И ещё надо будет их полечить. Конечно, они нам плодов в этом году никаких не дадут. Мне на это платят. Так, пошли на то дерево тоже засыпем. А чё оно нам воняет там? Пусть тут воняет. Правильно. Новое ток-шоу. Четыре грядки. Попробуй, а кучка их. Ура! Пакет говна освобождён. Так. И сверху земли насыпем, чтобы говно мне воняло так сильно. Так, ребят, сейчас мы будем протирать вот эту хрень ацетоном. Потом будем красить. Всё это мы сейчас протрем акрилом. Покрасим в коричневый свет. Вообще нужно грунтовать. И у Славы даже есть хрень, которая грунтует. Но это долго. Конечно, наверное, это правильно. И так надо сделать было бы. Но я всё-таки настаиваю на том, чтобы мы не заморачивались и сделали так. Если не продержится краска совсем, плохо будет, то на будущий год мы сделаем нормально. Может быть, это неправильно, кто-то осудит, но нам пофиг. Мне нет. Ну, Славе не пофиг. Он из-за этого нервничает. А я говорю, да, блин, хочу быстрый вариант. Конечно, быстрый не значит, что качественный, но... Ещё сегодня ночью к нам приедет брат Славы, Ярик. Завтра утром в 10 утра придёт рабочий. И приедет машина. Будут забирать шифер, который стоял у нас в грядках. Это всё поедет к бабушке на дачу. Вот. Ну, вы знаете, что она недалеко бабушки на даче. Буквально минут 15. Короче, ей нужен этот шифер. Она там сама что-то с ним сделает. Тоже какие-то грядки хочет с ним сделать или закрыть что-то. Ну, в общем, нам главное от него избавиться. И бабушке он как раз... Во! А нам он как раз нафиг не надо. В воскресенье Слава вместе с братом поедут к себе на дачу туда. Славе нужно кое-что отвезти. Его бабушке он заказывал. Там, по-моему, лекарства какие-то для коз. Ну, что-то такое. Это я краем уха слышала. В общем, ему надо это отвезти. Заодно отвезёт брата. А я останусь здесь с Вивиком. Тем более, что у меня здесь ещё полным-полно работы. Сейчас мы эти хрени поставим на полиэтилен. Они как раз тут высохнут днём. Вот, становится аж блестащим. Да что тут протирать-то? Слышь, да я сама протру. Спасибо. Конечно, конечно, птенеет. Чёрт светлый. Сейчас всё покрасим. Сохнет она быстро. Такие шоколадные они получили. Ну, под беседку подходит. Да. Ой, под беседку, под качалку. Внутри чуть-чуть подкрасить надо. Это лучше не трогать, а то она уже морщится. Кстати, нам этот ацетон ещё нужно, чтобы кисточки отмочить. Да, нам сюда освещения получше не хватает. Прям прожектора вот так на нас. В общем, несмотря на то, что уже темнё, ну, я думаю, вы хоть как-то нас, может быть, видите. Если нет, сделайте ярко. Посиднее. Поработали на славу. Вот люблю, вот мы днём что-то делаем, набор дачим, да, тачки раскидаем, лопаты, тяпки по всему участку раскидаем, а вечером всё убираем красоту. Хотя мы знаем, что завтра то же самое будем делать. Вот как это так, да? Круговорот дачных дел в природе. Ну, это не только с этими тяпками и так далее. Это же то же самое, что посуду, да? Чего кушать из посуды? Её придётся мыть, а потом опять кушать. Ну, всё равно приятно, когда ты просыпаешься, идёшь по территории. А тут чист. Да, конечно. Я вот поэтому и хочу, чтобы всё мы убирали с вечера. Потому что я когда просыпаюсь... Кстати, Вилочка, знаете, такая смешная собачка стала. Вот мы просыпаемся, встаём, она поднимается к двери, чтобы выйти на улицу, и стоит там, представляете, ждёт, когда мы выпустим её погулять. Потому что она даже на пелёнку в туалет не ходит, только вот ночью может сходить. А так, а днём она прям ждёт, когда откроем, она пойдёт. Какие у нас ещё дела, представляете? Какие дела? Сегодня? Ну, вообще, в ближайшее время. Ближайшее время? Ну, разберёмся с шифером завтра. Да, освободим участок от этого шифера. Освободим участок, да, потому что он мешает, много места занимает. Вот, приедет братишка, мы это, все поможем нашему работнику. Ну да, ещё в этом хозблоке надо разобраться. Да много чего надо сделать. Да, разбираться ещё много чего есть. Тут всегда есть работа. Это точно. И всегда хочется сделать ещё лучше, ещё лучше, ещё лучше. Это, наверное, нормальная практика. Кому не хочется сделать ещё лучше? Вот, потом я заказал, бабушка попросила для её животных, коз, специальное средство, называется койота. Вот я как раз говорила, что это за средство. Это типа... Отпущает? Как лекарство, как добавка для того, чтобы, ну, там, витамины, короче, были какие-то. Ну, как мы пьём. Поступали, да. Вот, я это заказал. Плюс я дедушке купил слуховой аппарат, вот, потому что он вообще прям мне это очень плохо слышит. И мне кажется, что ему по кайфу, когда он ничего, никого не слышит. Потому что он не нервничает, он не обращает внимания на негатив, потому что особенно... На ненужные. Да, на ненужные шеи. Да, да. У меня здесь дел по горлу. У нас ещё там в этом, в хозблоке стоит стол. Дедушка с бабушкой сегодня меня спрашивали, а Юля приедет, а они всегда так расстраиваются, когда ты не приезжаешь. А просто они мне как-то в последний раз, когда мы виделись, сказали, дедушка, по-моему, сказал, чтобы никаких у тебя дел не было. Типа, приезжай. Ну, вот мои родители даже зовут меня на дачу. Приезжай, 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 приезжай. Ну, я не могу оторваться от этой дачи, понимаете? Потому что пока ещё тепло, мне хочется здесь хоть что-то ещё успеть сделать такое вот на улице. И мне, правда, очень тяжело поехать в Москву на пару дней, там, на дачу кому-то, да, в гости. Мне реально это тяжело, потому что мне хочется здесь побольше успеть, побольше красоты навести. Ещё соседи нам предложили отдать свой можжевельник. Тоже кустик такой, ну, как дерево, похоже на тую. В общем, удобрили сегодня гортезии. Интересно посмотреть. Удобрили два дерева, которые груши. Да, какашками куриными. Я, кстати, сходила в душ, смыла макияж, потому что у меня теперь в носу стоит вот этот куриный перегной. Ужас. Пахнет просто реально отвратительно. Так вот, что воняло там. Я не знаю. Я тебе сразу сказала. Ну, ты достал, и потом сказал, теперь там не воняет, потому что я всё это достала туда. В этом хозблоке, закрытой дверью, я не знаю, как долго, но, в общем, там стояло как раз-таки вот этот вот куриный перегной. И это просто трэш. И когда Слава его достала, уже перестала так вонять. Но когда туда подходишь, всё равно от этого мешка чуть-чуть допасёт, но не так жёстко. Вот, но теперь там пусть в этом деревьях удабривается. Мы как раз землёй сверху обычной прикрыли, чтобы не сильно воняло. Ну, не знаю, думаю, что в любом случае это полезно. Не знаю, как насчёт полезно. Сначала груши вылечить надо, им вот это вот говно не поможет. Вот эти вот деревья здесь стоят, они, конечно, такие шикарные. Я как-то раньше никогда не обращала на них такого внимания, а сейчас прям гордость этого участка. Ну, такие шикарные деревья, черешни, я даже не знаю, есть у кого нет. Ну, вот как мы с тобой гуляли, и дофига у кого там яблони такие большие, шикарные. Ну, вот, а у нас черешни такие шикарные. Ну, это трэш. Это, конечно, клёво, вкусно и вообще приятно, но когда всё это опадает, это нужно убирать постоянно, потому что вонь стоит несусветная. И от черешни, и от яблок. Вот мы гуляли, когда яблони валяются, ну, яблоки, всё вообще. Трэшняк! Тёплый сегодня вечер, кстати. Сейчас 9 часов всего вечера. Видите, как темно уже? Грустно так. Хоть в телефончике посижу, а то весь день не заходила. У меня же сегодня новое видео вышло, хочется это посмотреть, комментарий, ещё что-то. Короче, комментарий. Одна девочка пишет, что когда жила с бывшим парнем, который ел и хвалил приготовленную мной еду, тоже думала, что я хозяйственная и умею готовить. Но потом я начала встречаться со своим привередливым гурманом, будущим мужем, и поняла, что я ни хрена на самом деле не умею. Это так слово о Юлиной хозяйственности, в которое она так себя убеждает и постоянно повторяет. Ну ничего, всё приходит с опытом, удачи. Если честно, какой-то неприятный комментарий, ну в смысле, знаете, такой язвительный, с язвой такой, знаете. Я всегда говорю, что я хозяйственная, это правда. Это просто, мне кажется, слепой, глухой и немой может подтвердить. Только я не знаю, какие-то, может, злые люди могут сказать, нет, она не хозяйственная. Ну это глупо, да? Тем более хозяйственность, она проявляется во многом. У меня всегда чисто, я всегда опрятная. Всё, готовить умею. Если что-то не умею, научусь, да, при желании, легко. А по поводу еды я готовлю вкусно. Я мало, может быть, чего умею, но я готовлю вкусно. И я хозяйственная. И это говорит не только мне мой муж, что у меня вкусно. Мои родители, родители Славы, бабушка, дедушка Славы тоже ели мою еду. И какую только не ели. Ну типа, брат мой, ну типа, я готовлю вкусно. Поэтому я не убеждаю себя в том, что я хозяйственная. Я это и так знаю. Мои хорошие. А то, что всё приходит с опытом, это правда. И вам удачи. Юля смотрела самый первый влог твой о косметике Виши. Огромное спасибо, что открыл для меня этот бренд в плане ухода за лицом. Я страдаю от постоянных высыпаний, но благодаря косметике Виши моё лицо стало выглядеть лучше. Спасибо тебе за это. Я очень рада. Я очень рада, что то, что я советую, то, что я показываю, и то, что помогает мне, помогает также моим подписчикам. Это приятно. Интересно, когда Юля придёт к тому, чтобы не наращивать реснички. Я сама два года наращивала, потом сняла на три месяца. И потом вообще не понимала, зачем наращивала. Сразу естественное, приятное. Мне кажется, реснички уже уходят понемножку из обихода. Считаю, что Юля и без ресничек очень красивая. Но опять же, каждому своё. Это не совета, ничего. Просто мне не нравится. Мне просто нравится. Я не знаю, как долго я ещё буду наращивать. Может быть, со временем я буду делать ресницы ещё меньше. Но прикол в том, что я, например, долго могу ходить с ресницами наращивания. То есть мы нарастили один раз. Ну, нормально так, можно сказать, много. Но для меня много — это не то, что у меня сейчас, а то, что у меня было раньше. Сейчас у меня нормально. Просто столько, сколько мне нравится. А раньше у меня было прям много ресниц. Я думаю, что многие, кто меня давно узнает, ну, вы поняли. Может быть, с возрастом, с взрослением. Ну, как сказать с взрослением? Я и так взрослая, да. Но мне кажется, что с возрастом мне будет хотеться поменьше ресниц. Тем более, что наверняка они добавляют даже не то, что возраст. Ну, возраст в какой-то степени. Более такую дерзость, что ли, от которой и кажется, что старше выглядишь. Вот. И от того, что я наращиваю ресницы так нормально, я могу с ними долго ходить. И тогда, когда их остаётся мало, мне тоже нравится. То есть таким образом я, по сути, могу долго не приходить на наращивание ресниц, коррекцию. Ну, в общем, тоже боялась начинать делать супы. А на самом деле это очень просто. Начни с обычного куриного вермишелька. Мне кажется, котлеты сложнее делать, чем суп варить. У борща больше заморочек, но ничего сложного тоже там не увидела. Всё получилось в первый раз. Больше всё пугало. Ну, я согласна, да. Я согласна. Надо попробовать что-то уже такое начать делать. Полное имя Гоши Георгий. Всю жизнь жила с информацией, что имена Игорь — это Гоша, а Георгий — Жора. Игорь, Гоша? Это вообще... Игорь и Гоша — это прям очень разные имена. Дорогая Юля Джан, можно вместо баниацина Боро Плюс в аптеках продаётся очень дешёвая и качественная. Я, кстати, знаю такую мазь Боро Плюс. Моя мама ей пользуется, тоже дома у неё всегда есть, тоже какая-то болячка, ещё какая-нибудь хрень, помогает хорошо. Почему эта баниацина не продаётся? Продаётся, просто может название немного другое, а действующее вещество одно и то же. Была я как-то в магазине, говорю, у вас есть баниацина? Мне говорят, нет, но есть какой-то бацианин, бацианин какой-то, ну типа похоже. Я такая, ну давайте. У меня есть и баниацин, и вот этот бацимоцин, или какого, ну хрен знает, не помню, но не суть. Не одинаково. Отличается. И запахом, и консистенцией отличается. Юля, почему бы вам на даче не поставить бассейн? Во-первых, сейчас уже нет смысла ставить бассейн, потому что лето подходит к концу. Во-вторых, помните, я вам в предыдущих каких-то влогах показывала бассейны под куполом, которые делают? Я нашла компанию, которая этим занимается, написала им, они мне прислали цены, и самый такой дешёвый вариант, самый маленький бассейн, ну даже может не самый маленький, ну короче, они мне цены какие-то прислали, в общем стоит где-то 800 тысяч, но там типа крутая технология, то есть не просто поставили сверху бассейн, знаете, это строят бассейн, не просто туда типа, знаете, плёнкой накидали, то есть прям серьёзная система, строят бассейн, трубы, мубы, всё, и типа входит туда и очиститель воды, и нагрев, и пылесос, ну короче, полный комплект всего, с куполом вот эта вся красотища, ну в общем, да, делают очень красиво, серьёзно, но это очень дорого, я даже вот переписывалась там с менеджером с магазина, что это круто, мне нравится, безумной красоты, но дорого очень, поэтому мы пока, ну, просто присматриваемся, ну и в любом случае это, ну как сказать, не то что большая ответственность, но большой геморрой в любом случае, за ним уход нужен серьёзный, поэтому пока, пока мы к этому не то что не готовы, зачем к этому как-то торопиться, и куда нам сейчас бассейн? Жду не дождусь видосиков с советами не только по готовке, уборке и садоводству, но ещё и по материнству, всего тебе самого светлого, спасибо. Такой угар, какая-то девочка пишет, Карина, ну ты и трудяга, ну вообще, вы столько сделали, это сложно, конечно, я помню, мама тоже чистила месяцами, нет, Карина, ты молодец, я очень уважаю чистоплотных людей, короче, и этой девочке пишут, это Юля, а не Карина, и эта девочка пишет, ой, мамочки, да, я перепутала, извиняюсь, как такое возможно, ну ладно. Кстати, в реальной жизни что-то тоже такое было, то ли ко мне подошли и сказали, о, Карина, привет, я смотрю твоё видео, то ли к Карине подошли и сказали, Юля, ну короче, нас как-то перепутали, это было так забавно. Я не знаю, я всю жизнь, вот опять про яйца эти, то, что у мужчин яички, а куриные это яйца. Может быть, я просто очень нежная и всё уменьшительно ласкательными называю, яички, хлебушек, бутербродик, сосисочки, сосиски, сосиски, они и есть сосиски, они сразу уменьшительно ласкательные, сосисочка, не знаю, слишком я милая, наверное. Привет, ребята! Сейчас я буду краситься, сегодня у нас какой-то там день. А где мой телефон? В общем, я сегодня сделала себе такую прическу, её очень легко делать, вам для этого понадобится грязный голова. Хотя она у меня на самом деле не такая грязная, у меня были косички же, я распустила и, понятное дело, что у меня там волны, и я не хотела ходить с распущенными волнами, мне лень сейчас её мыть. И я решила сделать, как всегда, такой вот любимый пучочек, удобный, низкий именно, высокий, тяжело, низкий для головы намного легче. В общем, сделала просто пучок, замазала его этой специальной фигнёй. У Славы взяла для волос, короче, воск типа, вот, потому что я обычно вообще лаком пользуюсь, но я сюда не привезла, ну не суть. Завязала себе, сделала хвостик, завязала косичку и косичку обтянула типа пучком. Короче, мы со Славой сегодня как-то очень плохо спали ночью, прям оба. И когда проснулись, друг другу об этом рассказали, а проснулись мы рано. Почему? Потому, потому что сегодня приезжала машина, забирала шифер к бабушке. Как забирала, принимала? Ну, принимала, да, таскала Слава и рабочего мы ещё позвали, чтобы помог, потому что эти штуки очень тяжёлые. Я уже утром пролила газон. Всё-таки я люблю, когда волосы прилизанные, ну, не всегда, и главное не перебарщивать, но выглядит так красиво, когда пушки эти вонючие не торчат, типа вот этого. Но это я уже не знаю, как засунуть. Это надо этот невидимку брать, потому что его так просто не запихаешь. Да хрен с ним. Вот, что мы вчера делали? Пожарили чашлик, в этот раз не с картошкой, с рисом сделали, как в ресторане. Салатик у нас был. Ну, так, просто типа поужинали, венца попили. Ну, я венцо пила. Мальчики самогонку пили. Постарались лечь спать пораньше, и нам это, в принципе, удалось. Мы рано всё выключили. Но сегодня, может, какое-то полнолуние, хрен его знает. В общем, очень тяжело спалось. Сейчас мы поедем в город, потому что у нас нет ни хлеба, ни хрена нет. Поэтому нам надо в город. А ещё, когда я проснулась, мне было так холодно, и мне казалось, что вообще на улице зима. Ну, вот как я уже говорила, что дом держит прохладу. Ну, и тепло он хорошо держит. Нет, дом-то хорошо сделан, реально, в этом плане. Писали в комментариях то, что если в доме холодно, ну, вот, с вечера типа, поняли? Грубо говоря, и то не факт, что прям холодно. Ну, короче. То это хорошо. Это значит, что дом и тепло хорошо держит. И это правда. Дом хорошо держит. Утром мы со Славой посмотрели, как мы покрасили вчера эти бозоны. И надо во второй раз красить вторым слоем стопо дняк. Как спалось, Ярик? Сходит отлично. Не просыпался утром ничего? Ну, ночью. А мы что-то просыпались. Какой-то полнолуния, может, всё, нихера знает. Прям плохо. Могу, сколько просыпались. Да дохера раз вообще, не знаю. Я просыпалась и в семь, и в восемь. Ну, короче, под утро уже просыпалась. Слава ещё ночью просыпалась, утром тоже. Да нет. Жара. Можете шорты дать какие-нибудь, Славина? Если есть, я буду не покрасить. Полно. Я как раз всё разобрала. Решила накраситься маленько, ну, потому что хочу, чё уж. Иди, переоденься. Ты вспотеешь. Ну да, а сколько градусов? Да хера, там жара. А в шортах надо ходить. Я с такой прической чувствую себя так, как будто бы я, это, ну, балерина. Ну, или просто танцами занимаюсь. Я же ходила на бальные танцы в детстве. Года три, наверное. Не хочу говорить, что я талантлива во всём. Но у меня, правда, хорошо получалось. Что странно, сейчас я вообще не представляю себя танцующей, но у меня хорошо получалось. Ну, это было, типа, лет 11. Вот так вот. Там 10, 11, 12, может, так вот. Я очень хорошо танцевала, и меня даже ставили в первый ряд одну, и что все за мной, типа, повторяли, если собьются. Да. Нет, правда. Ну, типа, зачем мне врать? Если я в чём-то плохо чё-то, я так и говорю, я чё-то не умею плохо. Так что теперь у нас на даче на одну проблему меньше, на один хлам меньше. Но у этого хлама ещё полно и полно. Носики мои сладкие. Да, я милашка. Я прям проснулась. Ты уже в кепке был и в шансах около кровати. То есть ты оделся уже. Да и классная прическа, когда вот так прилизан пучок. Да. Лучше, чем когда не прилизана. Тебе так идёт главное, а это главное. Ладно. А ещё я заметила, как же круто, что я перестала красить брови. Хотя в одном из блогов недавних, или в этом дне даже, я уже запуталась, не знаю. Я подкрашивала брови. Подкрашивала брови, ну просто, типа, карандашиком. Не то, что сильно, а так, чуть-чуть. И не то, что я не вижу разницы, но мне так даже больше нравится. Ничего не подкрашивая, выглядит натурально, хорошо. И форма как будто бы более-менее ничего. Всё равно, конечно, не одинаково. Но, как я уже много раз говорила, это невозможно. Как минимум, это невозможно, потому что у меня одна часть лица чуть выше, другая чуть ниже. Ну, это типа, я так понимаю, это примерно у всех так. Поэтому у кого-то есть рабочая сторона, типа левая или, например, правая. У кого-то есть нерабочая, потому что у нас лицо с разных сторон по-разному. Где-то глаз ниже, где-то выше. Но не обязательно, чтобы это сильно бросалось в глаза. У меня одна часть лица более напряжённая, чем вторая часть лица. Вот такая вот херобора. Как я это выяснила? Ну, как минимум, у меня с одной стороны века как будто нависает больше. Ну, сейчас, может быть, это не сильно заметно, но потом здесь, мне кажется, более подтянуто вверх, а здесь больше вниз. Ну, такая, типа, как симметрия, я не знаю. Я думаю, разумеется, это в пределах нормы. Я же даже как-то ходила к этому неврологу, когда у меня были какие-то панические атаки. Я уже рассказывала, это было давно. Я не знаю даже, с чего они у меня начались, если честно, потому что до этого никогда не было. И не было никаких ссор или ситуаций, из-за чего у меня начались панические атаки. Очень странно. Так вот, когда я ходила к неврологу, он смотрел мое лицо и в заключении написал, что, типа, оно симметрично. Ну, типа, все в порядке. Но, я думаю, имелось в виду не то, что там у меня где-то чуть выше, чуть ниже, то, что вижу, например, только я, грубо говоря. Ну, может, кто-то видит, но только я, по сути. А имелось в виду то, что нету никаких этих... Ну, как знаете, если что-то перекосило, нерв там зажало. Чего, Зай, ты это, можешь машину вывозить? Ты чего это минута делать? Тебя ждать дольше. Да я уже закончила. Часа буду тебя ждать, пока ты здесь соберешься. Я уже все, послушайте. Я уже машину выведу, и еще 15 минут тебе будет. Неправда. Нет, ну ты хочешь, чтобы мне страшно я ходила? Ты у меня прекрасно. Все, мой макияж готов. Короче, представляете, что поехали мы в город, я забыла взять камеру, куда мы только не ездили, и в продуктовый, и поехали опять в этот питомник. Покажу вам все. Сейчас буду раскладывать то, что купили в магазине. Вот такие печеньки. Хлеб. Контейнеры взяла, потому что я уже там какую-то часть в Москве забыла, какую-то отдала. Сметана. Это не мое. Майонез, пакеты мусорные. На рынок тоже заходили, закупились маленько, потому что слава затруеет, я останусь, и чтобы еда сейчас так была. Взяли лимонадиков. Юлечка, пойдешь смотреть на дерево, которое мама с папой привезли? И цветочки. Мама комбинацию сделает. Некрасивая комбинация цветочная. Пей пиво! Пей пиво! Когда мы приехали, и долго здесь уже находились, у нас соседка спрашивала, как собачку зовут. И мы несколько раз говорили, она постоянно, ну, не то что забывала, но, типа, не запоминала, короче. Что-то вроде на языке окрутится, но, короче, не запоминала. Но это нормально, типа, господи. Это абсолютно нормально, потому что я иногда сама имена забываю, еще что-то. И мы сказали, что как пиво, только виво. И она сразу запомнила. Пиво и виво. Так, ребята, вы же помните, что вот такие цветочки мы в прошлый раз купили, вот с таким окрасом. Там больше таких не было, но было две белые и одна розовая. И я просто их каким-то образом совмещу. Ну, в общем, придумаю какую-то комбинацию. В каждом в озоне будет по три цветка. То есть, например, в одном будет два белых и один розовый, в другом будет два розовых. Ну, или не знаю, в общем, какую-то комбинацию сделала, потому что с цветами там была проблема. Я не хотела, чтобы сильно много разных оттенков было. И взяли вот такую голубую, ель колючая голубая. Должна вырасти не очень высокой. Ну, нормальной, я думаю. А вон там, кстати, что-то такое растет красивое. Ну, в общем, посадим. Пока не знаем где. Может быть, где-то за беседкой. Хрен знает. Из планов на сегодня нужно еще раз покрасить вот эти штучки. Единственное, что мне нравится, что они так блестят. Наверное, потом купим еще какую-то специальную, не знаю, матовую краску или просто матовое покрытие. Потому что слишком уж они блестят. Выглядит не так уж и дорого, как мне бы хотелось. Вот наш газончик миленький. Все растет и растет. Здесь убрали вот эту палку, которая была. В общем, долго думали, гадали, что же нам делать, куда же ее посадить. Потому что в моих представлениях она просто вырастет. Сейчас покажу, какой должна вырасти. Ну, какой реально станет, не знаю. Вот я картинку прицепила. В общем, я как бы хотела ее сюда. Хочу ее куда-то в угол поставить, чтобы она высокой выросла. Красивой, не знаю. Сейчас у нас здесь ежевика от соседей проросла к нам. И мы, конечно же, от нее избавляться не будем. Такой подарок нам дала природа. И соседские корни. Вот. И сейчас мы это все дело выкопаем. И посадим вот сюда. Все-таки, раз уж так вышло, что у нас на участке ежевика есть маленькие, да, росточки, мы их вот сюда к заборчику посадим. Тут и солнышко есть. Хотя надо, кстати, посмотреть. Может, им солнца и не надо. Кстати, может, им солнца много-то и не надо. Ну, в общем, пока в любом случае выкапываем. Ох! Вот это ты вырубил! Нихрена себе! С газоном сразу. Ну и вот, потом, когда будем сажать, отсюда куски газона туда воткнем. Все равно там особо не видно. Он там сухенький. Еще подсеем потом. Ничего страшного. Вот. То, что ель будет контачить с этим деревом, это ничего страшного. В любом случае оно же тоже растет. Да и оно так болеет. Не знаю, получится ли нам его вылечить, чтобы оно вообще ожило как-то. Хотя вот груша висит, зай. Представляешь, что ты говоришь, плодов не дает. Вот она, глянь. Висит груша. Да. Видишь? Ага, да, дала. Плод. Один. Один. Не, ну может еще есть, мы просто не видим. Ну да. Дала, дала. А я все-таки займусь. Несмотря на то, что мы купили удалители сорняка, раствор, я все равно что-то ручками повытаскиваю. Потому что я рассказала об этом бабушке. Она, ну не то что похихикала, но сказала, не уберешь ты их все равно. И вот эти вот типа как клеверы какие-то тоже их надо будет распылять, убирать, чтобы это... Плюс надо мне вот здесь все почистить, красоту навести. Вот видите, шифер увезли. Здесь тоже надо навести порядок. Мох вот этот дурацкий убрать. Ну, в общем, посмотрим, как получится. Дел тут много, и я безумно рада, что так много дел, потому что вообще не соскучишься. Какая же любимая моя вот эта вот гортензия. Как я ее люблю. Какая же она красивая. Так что вот такое красивое маленькое дерево. Стоило всего полторы тысячи. А, кстати, я вам не рассказала ту, и каждую мы покупали за три с половиной что ли. А еще очень много стрекоз. У них, видимо, какой-то брачный период. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну, как сказать, общую картину. Газон-то я не портила. Я убирала вонючие сырники. Засела туда травы. В итоге я засела всю оставшуюся траву, что у нас была. Это где-то около 4 килограмм. Все это я потратила на весь газон на участке. Я прошлась, короче, там, где большая часть газона посыпала, все там около мангала, короче, тут прошлась еще раз, где у нас древи стоят. Ну, где я тоже поливаю постоянно за домом. Ну, короче, я все, все досыпала, все проливала, поливалку включала, переставляла. Только сейчас пришла домой, устала жутко. Устала, как пес. Я даже думаю, что псы даже так не устают, потому что псы обычно очень много лежат, отдыхают. Если судить по вилочке, конечно, она вообще, мне кажется, не устает, она всегда отдыхает. Короче, все, что могла сделала. Самое ужасное, ребят, что сейчас только 9 часов, 9.17, и уже так темно, уже 8, начинает прям темнеть, и уже ничего не видно. А в 9 уже все, ночь. И я из-за этого очень расстроена, потому что в нашу годовщину в 8 часов вечера еще было светло. То есть это очень грустно. Это очень грустно. Несмотря на то, что сегодня мы встали в 9.30, мне все равно не хватило вот этого дня, ну вот часового дня, скажем так, света, я не знаю, не хватило. Потому что в сильную жару тоже невозможно что-то делать. В общем, ладно, я с вами прощаюсь, потому что у меня уже и камера садится, этот лог уже длинный получился. Буду снимать завтрашнего дня следующий. Так что спасибо, что смотрели, всех люблю, целую, обнимаю, будьте счастливы, здоровы. Всем пока! И ссылка на новое видео, на следующее, уже доступна на нашем сайте. Ссылку оставлю в описании. Так что все, всем пока!